Новые стулья для посетителей, жалюзи в демонстрационный зал, компьютер и главная новинка – 65-дюймовый телевизор. Все это результат участия Историко-Кривеческого музея Десногорска в проектах фонда АТРАЭС, которые были проведены при поддержке концерна «Росэнергоатом». Телевизор для музея поискового движения будет у нас установлен при входе в музей, и там будет у нас доска памяти. Будут показаны портреты тех найденных солдат, опознанных, кого нашли поисковики. На всё это было потрачено 150 тысяч рублей. Это призовой фонд за победу в конкурсе «Журавлик мира», который призван сохранить память о мирных жителях японских городов Хиросимы и Нагасаки, погибших в результате атомных бомбардировок. Всего на участие в конкурсе было подано 120 заявок из атомных городов. Историко-краевический музей Десногорска занял первое место. Главная суть этого конкурса было показать в видеоуроке, показать историю создания ядерного оружия, к чему приводят неосмысленные действия, такие трагические события. Кроме того, 50 тысяч рублей удалось выиграть в конкурсе «Живая память». Коллектив музея представил на суд жюри историю об операции «Дети», которая действительно происходила во времена Великой Отечественной войны. Эти события происходили на Смоленщине. Это героические женщины, которые вывели из оккупации детей. Череда побед продолжилась совсем недавно. Коллективу музея удалось занять третье место в ежегодном конкурсе поискового движения «Россия». Церемония награждения планируется 6 ноября в Великом Новгороде. Великой Отечественной войны